А парой дней ранее на теплоходе Михаил Светлов собрались представители ведущих компаний страны и мира в области IT. Там прошла четвертая межрегиональная конференция электронная Якутия-2017. Участники провели более 20 дискуссий. Основными вопросами на них стали применение IT-технологий в государственном и муниципальном управлении, а также развитие электронного поколения. Тему продолжит Марьяна Кутукова. Создание цифрового правительства и экономики, цифровые тренды, электронная медицина и роль региональных инновационных кластеров. Эти и многие другие темы обсуждают участники четвертой межрегиональной конференции электронная Якутия. Конференция является отличной площадкой для диалога власти с представителями бизнеса IT-отрасли. Например, с такими компаниями, как Microsoft, Roast Telecom, Barst Group и другие. Ряд выступающих продемонстрировали те технологии, которые на текущий момент являются передовыми. Основные мировые тренды в области перехода от классического формата информационной технологии от общества электронного к обществу цифровому. Был доклад, замечательный доклад господина Гокова, который отошел в сторону от конкретных решений и фактически рассказал о том, какие шаги необходимо реализовывать на уровне региона, на уровне страны, для того, чтобы цифровое общество, чтобы цифровое государство имело право на существование и процесс цифровизации был уже необратим. Внедрение новых технологий в повседневную жизнь – это ответ вызовам современного мира. Как отметили гости конференции, переход на цифровое общество, экономику и правительство в разы упрощает процесс общения народа и государства, а также государства и бизнеса. Не зря сейчас стали говорить о цифровой экономике, о цифровом обществе, о цифровом правительстве. То есть это означает новое качество, то есть переход от просто электронных услуг к тому, что все больше будет переведено общение между людьми, между органами власти, с одной стороны гражданами, с другой стороны внутри бизнеса, бизнеса с гражданами, бизнеса и власти. Именно в цифровое общение. Мы это постоянно наблюдаем. То есть мы не открываем ничего нового, просто мы стараемся идти в ногу со временем. Информатизация здравоохранения также стала одной из ключевых тем IT-конференции. В частности, участники дискуссии говорили об изменениях в медицине на федеральном уровне. Что касается нововведений, то буквально с 1 июля регионы регионы должны будут адаптировать свои системы для выгрузки электронных больничных листов в ФСС, то есть в электронном виде. То есть сейчас идет по пути избавление от больничных в бумажном привычном нам виде и переход на цифровую версию. В текущем году уже пациенты могут по желанию получать больничные листы в электронном виде. По словам участников конференции, несмотря на географическую удаленность региона, уровень информационных технологий в Якутии соответствует общероссийскому. Однако для дальнейшего развития и создания цифрового региона в республике необходимо решить вопрос с широкополосным доступом в интернет. Для развития цифровой экономики информационного общества этого того, что сегодня есть, просто недостаточно. Поэтому сегодня нужны новые технологии спутниковой связи, которые дадут нам возможность организовать скоростные каналы и снизить тарифы. Вот тогда, конечно, уже можно будет говорить о том, что у нас инфраструктура на всей территории республики и есть основа для развития цифровой экономики. Всего в конференции приняли участие порядка 150 человек. Кроме экспертов, ведущих компаний в сфере информационных технологий, представителей федеральных и региональных органов власти в дискуссиях участвовали республиканские IT-компании. Развитие цифровой экономики и информационных технологий тянет за собой развитие других отраслей. То, что сюда приезжают вендоры крупные, и есть площадка для общения, это очень правильно. Я хочу сказать, что Якутия сделала очень много правильных шагов в этом направлении. Во-первых, это развитие в целом самого доступа в интернет, создание инфраструктуры, как технопарка, как венчурная компания и те стартапы, которые сегодня вышли уже на мировой рынок, тому свидетельство. Но, конечно, мы, как всегда, недовольны собой, мы хотим еще больше развиваться. И сегодня на правительственном уровне решается вопрос создания IT-парка, создания специализированного фонда, обучающих программ. Поэтому для того, чтобы двигаться ускоренными темпами, нужно предпринимать еще более и более такие глобальные усилия. Традиционное посещение природного парка «Ленские столбы» вдохновило участников конференции на дальнейшую плодотворную работу. Для людей, для айтишников, особенно, которые остановил массу времени сидят за компьютером, поднимаются на эту высоту, и они испытывают вот тот диссонанс, да, когда вот она, огромная природа, ты ее видишь, и твои любимые заказчики тоже рядом с тобой. Это позволяет очень быстро находить общий язык, и, мне кажется, это способствует конструктивному диалогу. В Якутии, наверное, больше нет таких вот памятников природы, которые позволяют ощутить весь масштаб нашей республики. Особенно это касается приезжих интеграторов. Как показывает опыт прошлых лет, проведение конференции с каждым годом дает свои результаты. Это увеличение инвестиций в инфраструктуру связи, новые разработки для информационного общества и электронного правительства. Ну а итогом четвертой по счету конференции «Электронная Якутия» стало заключение соглашения о введении аппаратом программного комплекса «Безопасный город», который предназначен для повышения уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания за счет создания комплексной информационной системы. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Якутия, день за днем.